Тамаре Георгиевне 91 год. Сейчас она живет в большой семье, помогает воспитывать двух правнучек, делая все возможное, чтобы их детство было счастливым и беззаботным. А они в свою очередь отвечают ей самым ценным, своей детской и преданной любовью. Она нам приносит иногда угощения, конфеты вкусные, мои любимые самые конфеты. И еще, когда у нее день рождения, она иногда нам, ну, когда у нас еще бывает день рождения, она нам иногда дарит сережки. Детство же самой Тамары Георгиевны было совсем не таким мирным и безоблачным. Ей, как и многим ее сверстникам, пришлось рано повзрослеть, когда в Анапу пришел враг. В 1942 году Анапа была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, и целый год город переживал все ужасы неволи. В дни оккупации в лесах вблизи станицы Гастагаевска и поселка Суко действовали партизанские отряды. На Анапской земле совершали подвиги воины Красной Армии и моряки-черноморцы. Ее отец в то время работал на Утрише, и там же, в родных Утришеских лесах, примкнул к партизанскому отряду. Первых оккупантов 16-летняя Тамара увидела в Суко. И там нас застали румыны. Суко занимали румыны. Ну, я видела, как они идут, стреляют. Я выглядывала из подвала. Девчонка же была. Ну, хозяин нас не оставил там. Он знал, что мы семья партизан, и что мы подлежим уничтожению. Он нам дал узелок с продуктами и сказал, уходите отсюда. Иначе вас расстреляют. И мы с мамой ушли пешком из Суко в Анапу. В Анапе у семьи была квартира на улице Кирова. Но прямым попаданием немецкой авиабомбы дом был разрушен. И начались скитания. Местные жители прятали их у себя. Связные от партизан каждый день переводили их из одной семьи в другую. Сидеть на одном месте было нельзя. Здесь был такой Сокол, Виктор Сокол, который меня знал с детства и знал, что наш отец ушел в партизанский отряд. Что отец работал на руководящих работах. И знал, что мы семья партизан. Мы с ним несколько раз встречались в городе, но я от него убегала. Он на немцев работал, он с немцами ушел. Никогда не забудет Тамара Георгиевна и момент освобождения Анапы. Русские освободители пришли со стороны субцеха. Жители встречали их как настоящих героев. Мы их встретили, напоили водой. Они умылись, обнимались, целовались, радовались, естественно. Потом они пошли дальше. И я видела, как румыны из бурьяна, из этого, там заросли такие были, они поднимались с поднятыми руками. Курорт был освобожден 21 сентября 1943 года. Эта дата навсегда останется особой в истории города и сердце каждого ветерана. Продолжение следует...